Одного из них врачи оценивают как тяжелое. Бои в пригороде Славянска. Минувшей ночью ополченцы напали на лагерь нацгвардии. Один повстанец ранен, один убит, сообщает министр МВД Арсеноваков. Также боевики обстреляли из миномета блокпост украинских силовиков. Силы АТО ответили встречным огнем. В результате под обстрел попали и жилые дома. Среди мирного населения есть раненые. Дарья Захарова подробнее. Славянские ополченцы устроили засаду на территории детского сада. И оттуда из миномета обстреляли блокпост украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны. Боевики якобы провоцировали военнослужащих на ответные выстрелы, чтобы силовики разрушили детсад. Ну, с танков стреляли. Оружие, оно же слышно, так, ну, слабо. А танки, оно же взрывы происходит. В результате перестрелки погиб солдат аэромобильной бригады. Еще один военнослужащий ранен. Двое контужены. О потерях со стороны ополченцев неизвестно. Однако есть раненые среди мирного населения. Павел рассказывает, утром ехал на велосипеде на сенокоз. Его зацепило осколками. Ну, мышцу попал осколок. Всю ногу чуть-чуть повредило. Ну, как бы сказать, легкие-то царапины. Ну, и височную часть, да. Ну, просто не сильно. Да все скользко пошло. С района Корочена стреляли с минометом. Осколочными, противопехотными минами. Под артобстрел попало и село Андреевка. Один из снарядов упал рядом с жилым домом и повредил газопровод. Ну, примерно в пол восьмого утра, когда ребенок, вот как раз он, как он только не вышел в школу, был один взрыв. Аж пролезли. Ну, вниз в землю. И был тогда уже второй. Видите, порвало трубу, повылетали стекла все. Слава богу, что дитю осталось я живу. Еще три дома попали под обстрел в микрорайоне Строймаш. Евгений говорит, у него вылетели почти все стекла. Также осколками изрешетило стены и забор. Ну, я туда ударила, бомбу кинули, гранату. Это пошло все. Волна взрывная. Там разбомбило соседа. Саратик разбомбило. Забор полностью у нас. Перестрелки были и на блокпосту ополченцев в поселке Семеновка. Было два минометных обстрела. Пытались бить кучно. Были моменты недостаточно приятные, но пережили. Потерь нет. В интернете появилась информация о том, что ополченцы похитили председателя Славянской районной администрации. Петра Белоконова нет на рабочем месте. Его телефоны не отвечают. Тем временем из-за боев обесточены 22 трансформаторные подстанции в районе Славянска. Без электричества остаются более 2000 человек. В связи с активными боевыми действиями ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение.